ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алик, а я не видел ничего. Я в доме был, и тут мелькнуло. Мы выбежали, и вот. Алик, убери ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро, Максим Саныч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне что-то кололи? Ну, как сказать? Обычное, успокоительное. Так, чтобы привыкнуть к новому месту, адаптироваться. Главное, никакой бессонницы. Я чего пришел-то? Доктор вас к себе называет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закопайте ее в лесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Анатолий Евгеньевич попал в дорожно-транспортное происшествие. Так что до его выздоровления вашим лечащим врачом буду я. София, вы, видимо, не в курсе. Мы с Морецким договорились, что я не пациент этой клиники. То есть я как бы пациент для того, чтобы встретиться с папой и задать ему несколько вопросов, и все. Конечно, конечно. Вы, Максим, талантливый журналист, много работаете. И как у всех творческих людей, у вас бывают нервные срывы. Но ничего, мы поставим диагноз, подлечим и выпишем. Это займет всего лишь пару недель. Так что не волнуйтесь. Вы меня не поняли, София. Я не пациент этой клиники. Конечно, не пациент. Вы наш гость. Может быть, у вас будут какие-то пожелания, предложения, жалобы. Когда вернется Морецкий? Сложно сказать. Он в больнице. Че ты дерешься? Ничего, мало еще дал. Ну, принесли? Рассказывай давай. Мымра телефон не отдает. Почему? Он к ней пришел, а она ему, Костик, зайчик, где ты сегодня ночью был? Расскажи, тебе за это ничего не будет. Но он ей все и выболтал. И про клад. И про ниндзя. Костик, это правда? Я про вас ничего не сказал. Я сказала, что один ходил. Она ему сказала, что телефон теперь только бабушке отдаст. Лично в руки. Пошли. Тук-тук. Подъем. Что, тихий час кончился? Для тебя, да. Вставай, пошли, пошли. Куда? На Кудыкину гору. Слушайте, мне позвонить надо? Нельзя. Почему? Потому. Знаете, а у нас свободная страна. Кто тебе сказал? Вставай, пошли. Свободный человек. Ну и что, далеко? Далеко, далеко. Отсюда не видно. Э, э, э. Э, э. Александра Рифатовна, вы не имеете права. Этот телефон принадлежит Косте, и вы должны его ему отдать. Таша, Костя нарушил дисциплину. Ты же прекрасно знаешь, что выходить за территорию интерната без разрешения запрещено. Он наказан. И я больше не хочу обсуждать этот вопрос. Тем более с тобой. Понятно? Понятно. Ты свободна. Ой, а мальчики опять на дерево залезли. Недогонова! Недогонова вернусь! Недогонова! Не нравится мне этот журналист. Это тебя не касается. Не нравится, не ешь. Это за нас папа сделает. Угу. Как же ты, друг мой, бледно выглядишь. Нельзя, нельзя себя так истязать. Менсана инкорпоресано. В здоровом теле здоровый дух. Да? Хо-хо. Талантливую голову беречь надо. Слушай, журналист. Не в службу, а в дружбу. Скажи, как бы ты написал? Она вела жестокую борьбу? Она ввязалась в ожесточенную схватку? Или она... Она сопротивлялась. Хм. Все гениальное просто. Журналист. Я читал твои статьи. Ты все об обиженных пишешь. Защищаешь их. Правды добиваешься. Робин Гуд. И ведь тебе все верят. Напиши про меня. Только так. Без дураков. По-настоящему. Без домыслов. Только прав. Тебя тоже обидит. Хм. Держи. Я ничего не понимаю. Записи нет. Как нет? А ты вообще снимал? Они считали меня банальным убийцей. Но это не так. Я тебе все расскажу. Я тебя сделаю своим учеником. Я тебя научу создавать шедевры. Ты будешь убивать так же красиво и просто, как пишешь свои статьи. А что, у тебя есть ученики? Ты смеешься. Так, река в Сибири. Четыре буквы. Во. Нет, не подходит. Здравствуйте. Здрасте. А боевым мечом орудовать здесь учат? Здесь и танцы живота научат. Только вход у нас строго по клубным картам. Такая сойдет? Они ненавидели меня. Мои жертвы. Как их называют в прессе. Смеялись надо мной. А ты знаешь почему? Я не могу грамотно писать. Ну и что? Я тоже с ошибками пишу. Ты меня не понял. Я не об этом. Я знаю как и хочу грамотно писать. Но не могу. Заболевание такое. Дисграфия, что ли? Так тебе в Голливуд надо. Там половина звезд такие. Том Круз, Вупи Голдберг. Вот. Вот именно. Они издевались надо мной. Презирали меня. Поэтому их больше нет. Теперь я их докажу. Это будет моя книга. Моя. А кому ты собираешься доказать? Ты же их всех убил. А они приходят ко мне. Приходят по сне. Ты напишешь книгу, и они заткнутся. Заткнутся навсегда. Да. Вот так. Вызывали, София Брониславовна. Селантий, нужно навестить Анатолию Евгеньевича в больницу. Отправьте туда, пожалуйста, кого-нибудь. Хорошо. Услуга за услугу. Я помогаю тебе с книгой, а ты меня кое в чем просветишь. Серьезная коллекция. Воспитывайте детей в духе бусидо. С детьми мы проводим оздоровительные занятия. Хотя в кодексе самурая я тоже не вижу ничего плохого. Самурай должен прежде всего помнить, что он должен умереть. Это главное его дело. А мечи боевые? Простите, а с кем имею честь? Я из прокуратуры. Мечи в основном специальные. Для тренировок. Хотя есть и боевые. Есть и боевые. А позволите взглянуть? Прошу. Не нравится мне этот журналюка. Вот зачем Морису нам его подсунут? Я откуда знаю. Сам у него спроси. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Слушай, а он нас слышит? Анатолий Евгеньевич, что с журналистом делать? Он вообще наш человек? Вы кивните, а мы поймем. Слушай, как думаешь, вот он в бреду ничего лишнего не наболтает? Ты что делаешь? София убьет. А мы ничего ей не расскажем. Вы кто? С какого отделения? Спокойно, девушка, спокойно. Это наш друг и коллега. Кстати, как он? Жить будет. Пожалуйста, уйдите. Вы за аппаратурой лучше следите. Пациента чуть не ухлопали. Я сказала, выйдите отсюда. Пойдем. Я понимаю, что в таких домах не принято лишнего рассказывать. Но если вы действительно хотите, чтобы наше сотрудничество было более продуктивным... Мне нечего от вас скрывать. Десять лет назад убили моего мужа. Потом без вести пропала моя дочь. Скажите, а Кристина приходилась вам падчерицей, не так ли? Да, но я любила ее как родную дочь. А потом весь этот ужас. Один за другим гибнут друзья моего дома. Да, я понимаю. Инга, ваш муж был далеко не бедным человеком. Миша был миллионером. Но все эти миллионы он заработал честным путем. Я сейчас не об этом. Миллионы, насколько мне известно, по завещанию должны были достаться его дочери. Вашей падчерице. Ну а поскольку Кристина пропала, все деньги достались вам. Что вы хотите этим сказать? Абсолютно ничего. Я просто констатирую факт. Деньги достались мне по закону. Кристина исчезла много лет назад. Угу. Срок давности. А-а-а! Инга, я прошу вас, не волнуйтесь. Я вам русским языком объясняю. Что убивают друзей нашей молодости. Друзей нашего дома. Дома Тарасовых. Я наняла вас не для того, чтобы вы копались в прошлом, а для того, чтобы вы защитили меня сегодня, в настоящем. Успокойтесь. Я ведь задаю эти вопросы не ради празднования любопытства. Скажите, вы кого-нибудь подозреваете? Псих. Я боюсь. Понимаете, я боюсь. Максим не звонил? Нет, я пыталась его набирать, но телефон недоступен. Понятно. А что, Морецкий в больнице, это точно? Точно. Автомобильная авария. Лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Ну, мне плохо слышно вас. Так, сюда. Хорошо. Когда вы говорите, можно к вам приехать? Здравствуйте. Спасибо. Ага, хорошо. Я записываю. Ага. Так и запишем. Хороший врач Анатолий Морецкий посадил хорошего журналиста Максима Недогонова в палату к хорошему серийному убийце по кличке Папа. Получается, что так. Что между вами было? Кто чей должник? Почему Морецкий тебя так отблагодарил? Долгая история. Вызывали, София Братиславовна? Как он? Ну, жив пока. Что значит пока? А, ну, я хотел сказать, что без сознания. Ну, по крайней мере, мне так доложили. Сегодня папа должен выполнить заказ. В смысле, без Морецкого? Деньги заплачены. София Братиславовна, ну, только Анатолий Евгеньевич знает, какой укол нужно делать, чтобы папа держал себя в руках. Ничего, сегодня обойдется без укола. София Братиславовна... Я сказала, без укола. Ну, смотрите, вам виднее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, картинка у нас получается живописная. Невеста Морецкого уходит от него к тебе, дарит тебе чадо, а сама погибает от рук маньяка. И этот маньяк копирует твою манеру. Это кто-то из твоих учеников или фанатов? Ммм, может быть, так. А может быть, по-другому? Что ты имеешь в виду? Ничто о кого. Например, Морецкого. Морецкого. Никто не знает, кто на что способен в такой ситуации. Или ты. Это ты убил? За что? За то, что она была его невестой? Или за что-то другое? За что? Ну, говори, за то, что донесешь, что донесешь ты. Аркуша! Сеанс психоанализа удался. Сегодня пятнадцатилетие свадьбы. Десятилетие гибели Миши и пропажи дочери. Вот такой тройной юбилей. Я хочу поблагодарить вас, что все эти годы вы были со мной. С нашей семьей. Надеюсь, что в трудную минуту вы не оставите нас и впредь. Давайте выпьем за Мишу. Светлая ему память. Светлая память. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ СИГНАЛ Кто? Это курьер из курьерской службы. У меня подарок для Инги Тарасовой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь частная территория. Закрыта. Я курьер. Это Инги Тарасовой. Я передам. Это еще не все. Это, конечно, не день и не два У нас лежат не только пациенты, которые изображают из себя нормальных людей Но и наоборот Такие экземпляры, которые успешно симулируют отклонение от нормы София, я уже в сотый раз повторяю, мы с Морецким Не надо ничего объяснять Пожелаем Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления И давайте просто доверимся его профессиональному чутью Договорились? Ну вот и замечательно Селантий, проводите, пожалуйста, господина Недогонова в общую для нормальных София Брониславовна, можно, конечно, и в общую Но, боюсь, господин журналист любит болтать Народ будет поламутить, а нам потом расхлебывать Господин Недогонов будет вести себя прилично Правда? Друзья, минуточку внимания Я хочу поднять этот бокал за нашу очаровательную хозяйку Ингу Ее сына Алика Да Куда? А ну стой! Ай, гады! Что же вы делаете? Я же вашу богатенью... Что же вы, голубчик, делаете? Ну вот и хорошо Ну вот А вы говорите в общую В бокс К папе Все мы знаем, какие трудности и невзгоды им довелось пережить, через что пройти Многие ломались Да В такой ситуации Теряли веру в себя, в свое дело Но Инга и Алик не только выжили Но и сохранили свое лицо Приумножили капиталы И не забывают своих старых друзей Да Так что Это вам За дружбу За дружбу За вас, компаньоны За дружбу За дружбу Топливо для каждого из нас Бокс его к папе Почему к папе? София приказала Ну давай Топливо Топливо Ну пошли Это конечно не смертельно Но неприятно Откуда это взялось? Кто прислал? И когда? Курьер Из службы доставки Из какой службы? Вот Кровью пахнет Не давай им себя унижать Одному горло перекуси Другому печень вырви Третий сам тебя уважать станет Помедленнее Я записываю И запомни Тебе не надо меня бояться Я тебя не убью Спасибо, учитель А если убью То не сразу Нам еще книгу надо закончить Мою биографию Бестселлер Ну теперь спи Сегодня ночью увидишь меня в деле После первой лекции сразу практика Ре нон вербис Делом А не слов Сергей Михайлович А вы вот правда считаете Что этот вот китаец Имеет отношение к нашему делу К убийствам Да он не китаец, Володя Он кореец Наш русский кореец Подготовь мне завтра Бумаги По изъятию на экспертизу мечей Из его арсенала Посмотрим, чем этот Андрей Ли Занимается в настоящий момент В коробке сидел скорпион А если бы там лежала бомба Или пора сибирской язвы Сообщите в милицию У меня есть только расписание и адреса Я больше ничего не знаю Слушай, у меня Мои клиенты достаточно состоятельные люди Может ты завяжешься Своей этой курьерской работой Все равно же с гроши там бегаешь Мне нравится моя работа А если вы будете меня доставать Я сообщу в милицию Что вы пытались меня склонить К сексуальным отношениям Между прочим Я еще несовершеннолетняя Субтитры делал гостям Позже Опыт schon Получай, получай Л counter Дри ends Дри Субтитры делал гостям Апыка КРИК 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 Давай только не делать из этого трагедию Это обычное хулиганство, ничего страшного не случилось Так спокойно об этом рассуждаешь А что мне, убийцы в истерике? В милицию сообщили? Какую милицию, мам? Вопрос уже решается Кем решается? Кем надо? Алик, ты хоть понимаешь, что это было предупреждение? Что скоро придут за нами? За мной, за тобой? У нас отличная охрана, мама Какая у нас охрана, мы сегодня уже убедились Господи, за что мне это все? Предмет одежды, надеваемый на шею Петля? Точно Когда-нибудь папа передумает сюда возвращаться А что ему там делать? Здесь он в полной безопасности Здесь его дом А мне от этого не легче Кто знает, что у него на уме? Силантий сказал, что он сегодня без укола Маркуша, к нам гости Ну давай Иди выводи папу Это камуфляж Ну? Маэстро На выход Вставай, вставай, переодевайся Журналист Давай, 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 давай Что? Прокатимся по ночному городу Развеемся, так сказать Что-то долго Мы готовы Со мной едет мой ученик и напарник Стоп, стоп, стоп Никто никуда не поедет Ты знаешь правила Это мои условия Эй, Маркуша С каких пор Ты начал нам ставить условия А? Маркуша Послушай, сынок Все уже согласовано Едем Да кто он такой? Это мой биограф Поехали А силы антипротив не будет? Не будет Кто это? Наша цель Возраст Труд занятий Семейное положение 40 лет Живет один Семейное положение Тихо, 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 меня Аня зовут. Лена. Лена, это ваша жена? Лена, ты пришла. Зачем? Не надо было. Не надо было. Не надо было. Успокойтесь, успокойтесь, все хорошо. Твое лицо. Все хорошо, успокойтесь. Лена, я не мог, я не мог. Тихо, 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 тихо. Успокойтесь. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Квартира 13. Код на двери, двойка, звездочка, 13. Символично. Охрана есть? Консьержа. А, вот она. Так, это у нас. Ага, значит так, с одной стороны столовой кабинет, с другой спальня. Без бумажки разберусь. Все вроде, свет погасили. Отлично. Повязочка. Масочка. Я сам, сам. Тихо, тихо, тихо. Э, что происходит? Тихо, тихо. Так положено. Ну все, идем. Обожаю такие ночные выходы. Все, а что? Воздух чистый, чистый. А тишина, поэзия. Доктор, вы идете? Давай. А что мне вкололи? Витаминки. А ты запоминай. Все должно быть точно описано. И красиво. Я спрашиваю, что мне вкололи? Тошнота? Головокружение? Нет, ноги ватные. Я тебя на себе не потащу. Понял? А вы к кому, простите? Тринадцатую. Что там могло произойти? Алкоголизм беспробудный. Белая горячка. Вы знаете, во сколько государству обходятся такие выезды? А... А любопытная Варвария нос откусит. Какой этап? Второй. Премного благодарен. Идем. В Америке про таких, как я, книги пишут и фильмы снимают. А у нас болото серости. Об этом нужно честно писать. Понял? Честно! Поэтому я тебя и взял. Подержи, пожалуйста. Все должно быть стерильно. А Морецкий твой. Пусть еще тот. У него целая теория есть. Напомнишь? Потом расскажу. Вот и вышло. Милости просим. Журналист. А ты рисковый парень. Профессия такая. Считай, что теперь у тебя другая профессия. Тш-ш-ш. О! Приятно иметь дело с солидным человеком. Игра королей. Ты в гольф играешь? Нет. Сейчас научу. Это... Вуд. А? Деревянная? Сам ты деревянный. Это тяжелая клюшка, моя любимая. В гольфе существует два типа ударов. Мощный свинг, чтобы послать мячик как можно дальше. И легкий пад. Кто вы? Мы сантехники. Я не... Я кричать буду. Тш-ш-ш. После одиннадцати шуметь. Хе-хе-хе. Нельзя. Кто у нас тут алкоголик? Хомяков. Грунда какая-то. Это свинг. А это пад. Черт. Подержи, пожалуйста. Позволь. Я тут поковыряюсь. У тебя есть пять минут. Сделай мне кофейку. Угу. Кухня там. Так. Явление второе. Железку брось. Теже и нимфа. А ты нож брось. Я два раза повторять не буду. Не могу, милая. Это мой рабочий инструмент. Он стерилен. Не подходи. Почему? Давайте познакомимся. Например, меня зовут папа. А это Максим. Мой биограф. Талантливый молодой человек. Друг мой. Ты и кофе. Стой там, где стоишь. Ну, не надо так нервничать. Я просто хочу познакомиться. Давно не встречал идеального тела. Я сейчас продрявлю твою башку, урод! Грубо, но возбуждай. Ау! Где мой кофе? Я же Хомякова знаю. Ерунда какая-то. Ну, скоро они. Так с папой не ездил. Пока он кофе попьет. Пока библиотеку изучит. Пока автограф поставит. Какой еще автограф? Доктор Адам. Явление третье. Подождите! Мне нужна помощь. Где милиция? Подождите! Подождите! Да стойте же! Что вы узнете? Где милиция? Там есть и дом, и отделение милиции. Там убийство. Подождите! КОНЕЦ Там в тринадцатой квартире. Понимаете? Папа в тринадцатой квартире. Что твой папа? Дверь открывать не хочет? Нет. Там труп. Точнее, уже два трупа. Слушай, парень. Иди-ка ты домой. Или может тебя в отрезвитель отвезти? Ну-ка, дыхни. Подождите, он же серийный убийца. И там женщина. А меня санитар ищут. Я журналист. Ну-ка, сядь. Журналист, говоришь? На документике у тебя и есть журналист. Паспорт. Паспорт? Ну да, паспорт. А паспорт в больнице остался. Понятно. Поехали в отделение. Подождите, подождите, братцы. Вы что, мне не верите? Слушайте, это потом. Папа уйдет. Поехали. Папа? Да вы меня отвезите куда угодно. На кладбище, в дурдом. Только потом. А сейчас папа. Ну, позвоните Петрову в прокуратуру. Следователю. Михалычу, что ли? Ну? Ладно, уговорил. Поехали. Адрес какой? А я не знаю. Вот, я покажу. Вот в том доме. Максим толковый парень. Он еще себя проявит. Вроде так. А, я сам не знаю. Пошли. Что со Светом-то? Ну и где твой папа? Готов. Твоя работа. Я же говорю, папа. Суровый у тебя батя. А там еще женщина должна быть. Елки-палки. Никольская, Никольская. 324-й вызывает. На связи. Добролюбово 65, квартира 13. У нас тут два трупа. Подозреваемый задержан. Принято. Охраните место происшествия. Опергруппа выезжает. Есть. Мордой к стене, руки за... К спину. Куда он делся-то? В окно. Где он? Кажись, туда побежал. Никольская. 324-й вызывает. 324-й вызывает. Добролюбово 65. Преследую преступника. Прошу помощи. Тебя ребята. Добролюбово 65. Добролюбово 65. Добролюбово 65. Программа 6. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...